Утром 21 марта на 192-м километре автодороги России в Калининском районе у деревни Подубки в аварии пострадал человек. Столкнулись два большегруза по принципу так называемого заднего варианта. Скания начала движение после остановки перед пешеходным переходом. В этот момент в нее врезался КАМАЗ под управлением 51-летнего водителя. Именно этот водитель и пострадал в аварии. По словам очевидцев, в момент удара кабину КАМАЗа как ножом срезало металлическими листами. Авария стала причиной большой автомобильной пробки в сторону Санкт-Петербурга. Пострадавшего с места ДТП увезла скорая. Этот неразорвавшийся снаряд калибра 45 миллиметров времен Великой Отечественной войны обнаружен у реки Дайбица недалеко от деревни Макшино Калининского района. Группы разминирования ОМОН-БАРС, боеприпас был вывезен на специализированный полигон и там уничтожен накладным зарядом. Этого 37-летнего жителя Лихославля полицейские задержали по горячим следам за участие в мошенничестве. За один день Лихославля по схеме родственник попал в беду. Были обмануты две пенсионерки. Каждая лишилась по 200 с лишним тысяч рублей. 20 марта 2024 года в город Лихославль мне предложили в телеграм-канале подработать денежным курьером, на что я согласился. Дали адрес, я по нему съездил, сказали там денежные средства, из них я должен 15 тысяч оставить себе, остальное привезти по реквизитам. Что я сделал? Потом сразу поступил второй адрес. Также по этой же схеме поехал, забрал деньги, перевел. С этих денег мне должно было 10 тысяч, за которые я забрал себе. Вину свою в этом я признаю, рассказываю, что прежде больше такого не повторю. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.